Хюрем Султан была одной из самых образованных женщин Османской империи XVI века. Рождённой на территории современной Украины, юная русская девушка сделала всё, чтобы стать самой главной в империи. С первых же дней своего пребывания в Гареме она взялась за учёбу, выучила турецкий, персидский, арабский язык, научилась искусству восточного танца и заучивала наизусть красивые стихи о любви. И чтобы быть ближе к султану, приняла ислам. До сих пор о ней говорят гораздо больше, чем о других женщинах, когда-либо живших в Гареме султана, рабынях и членах династии. Хюрем поражает своим умом. Невероятно сильная и образованная личность. Она является ярким доказательством того, что у женщины ума и таланта не меньше, чем у мужчин. В ней была заложена природой смелость. Биография девушки перемежается радостными и печальными событиями. Она была гордой и мягкой, деятельной и всесторонне развитой. Беседа с ней доставляла истинное удовольствие. Это привлекло к ней султана. Венецианские послы сообщали о Роксолане, что она не то чтобы красива, но миловидна, грациозна и изящна. Большое очарование придавали ей улыбка и эмоциональность, вследствие которых она получила имя Хюрем. Хюрем была мудра не по годам. Научилась переступать через людей, хитрить. Без таких качеств в ее время прожить было трудно. Многие историки считают, что именно она подтолкнула Сулеймана к казни его сына Мустафы. И сделала она это с определенной целью – не допустить, чтобы Мустафа в случае его восхождения на престол, а он бы занял престол так, как был старшим наследником султана, казнил ее сыновей. От послов зарубежных стран султанша получала в подарок дорогие вещи. Самые изысканные ткани, украшения, предметы интерьера. Таким образом, они пытались задобрить великую султаншу, имевшую огромное влияние на владыку Османской империи. Иноземные посланцы искренне восхищались ее интеллектом и познаниями в области политических событий. Называли ее по-европейски «королевой». Девушка сумела обойти преграду из десятков красивейших гаремных адолисок – матери наследника престола Махидевран и стала законной женой Сулеймана. В литературе попадается информация о том, что Хюрем была в некоторых случаях жестока и приказывала топить в Босфоре своих врагов. Видимо, сценаристы великолепного века читали об этом и поэтому у них родилась идея «утопить» принцессу Изабеллу, сильную соперницу Хасаки. Сохранились сведения о сильной любви Хюрем к животным. Она сама следила за слугами, присматривающими за лошадьми, подаренными султаном. В случае смерти какой-либо из них Султанша сильно грустила и плакала. Получается то, что нам показали в великолепном веке, правда. А вот о том, были ли у Хюрем кошки, любимые среди мусульман животные, история умалчивает. Сохранились записи о том, что какой-то необычной, изысканной красотой султанша не отличалась, была некрасивее других девушек гарема. Но это только на первый взгляд. Только глаза, необычной яркости, глубины, выразительности выделяли ее. Это подтверждало народное мнение о возможности любви с первого взгляда. Рассхюрем привлекла Сулеймана таким образом. Султан доверял уму и кругозору любимой жены. Это подтверждается в его письмах. Он дал ей такую свободу действий, и Роксолана вела себя так вольно, что окружающие не сомневались в колдовстве. К тому же ее рыжие волосы и зеленые глаза в то время давали повод считать ее причастной к магии. Все прочили османской царевне судьбу Валиде Султан. Она бы ей и стала обязательно, ведь после казни Мустафы на престол претендовали только ее сыновья. Но не судьба. Великая женщина умерла раньше, чем ее любимый супруг Султан. А обязанности Валиде в итоге выполняла ее единственная дочь, Мехримах. Роксолана любила одеваться в красивую одежду, носила украшения и даже сама придумывала эскизы для своих новых нарядов. Новая Султанша властвовала безраздельно. Никто не смел ей прикословить. Власть ее была равна императорской. В государстве еще не было подобных ей султанш. Качество Хюрема – красивое, веселое, отзывчивое, с острым умом, обаятельной улыбкой, переливчатым смехом, мудростью, деловой хваткой, чутьем в области политики. Все это позволило ей властвовать над Сулейманом. Все визири и мелкие чиновники никогда не сомневались в ее влиянии на повелителя мира. Удивительная в силу своей необычности, свадьба султана и наложницы состоялась приблизительно в 1530 году. Это было уникальное событие, грандиозное торжество. Ведь османские султаны уже лет как 200 не женились, тем более на простых рабынях из гарема. Но Сулейман нашел в ней сочетание самых лучших женских качеств – покорность, верность, нежность, любовь к искусству, удивительные хореографические данные, умение любить и отвечать на любовь. Им никогда не было скучно вдвоем.